Телерадиоканал Телерадиоканал Две категории, наверное, да На тех, кто перешел тотально на электронные книги И считает, что как бы, да, вот Печатная версия уже, вот они там Где-то остались в мохнатом веке И те, кто считают, что книга это навсегда Библиотека, несмотря ни на что Навсегда и так далее Мы с Кутузовым тоже посвящались Кто за что, и оба вот нас Ну да, мы сейчас говорили, вот Когда готовились и пришли к выводу, что я не могу Вот, я не могу читать книгу В электронном виде, ну просто не могу Мне нужно, чтобы оно шуршало, чтобы я Загнул листочек, где я не дочитал А уже есть такие редакторы, которые вам И шелест страниц передают И вот это загибать можно Это все не то Мы склонимся к тому, что мы Преданы библиотеке Мы преданы библиотеке В каноничном образе ее Однако в библиотеке мы, конечно, тоже долго не были И опять же стереотип Кажется, что вот, например, можно я скажу Ленинка, да, вот, она уже с какого даже года? С 92-го С 92-го года Ленинская библиотека уже давно Ну, не ленинская, но как бы вот Что сложно записаться даже Вот как-то страшно и в нее подступиться Это действительно так, да Многие проходят мимо и фотографируются только рядом с фасадом И думают, что внутрь вообще нельзя зайти Хотя, на самом деле, при наличии паспорта Любой человек мира Может зайти и записаться Это занимает, ну, от силы 5 минут Вас тут же сфотографируют И у вас будет пропуск в библиотеку Которая дает вам доступ во все наши здания А у нас много прекрасных, красивых зданий В центре города Просто еще, знаешь, кажется, что вот Ну, что такое Ленинская библиотека? Это вот Москва слезам не верит Это вот эти вот красивые светильнички Лампочки Они там, кстати, сохранились? Конечно Все столы 58-го года отреставрированы И в блеске встречают всех гостей Это, знаешь, как про памятник Да, встретимся у памятника Ленину А памятник, на самом деле, Достоевскому Достоевскому Это я так понял, что мы вот уже 2 минуты говорим И мы с Юлей пытались родить вопрос В итоге он так и не родился Я сейчас, как-то у меня созрел в голове Есть же категория людей, которые считают, что библиотека Ну, вот как в старые времена, да? Это прийти, взять книгу, сесть, почитать Почитать, сдать книгу и уйти Но на самом деле это же совершенно другая история Нет, но это и эта история в том числе Ну и это в том числе, да, но это же куча экскурсий В том числе и ночные Там очень много у вас всего Да, мы начали экскурсионный проект Именно для того, чтобы раскрывать библиотеку для людей Чтобы люди не боялись в нее заходить Чтобы люди увидели, как это интересно И прежде всего, чтобы это увидели и почувствовали дети Вот мы сейчас к самому главному перешли Что современная библиотека А если речь уж идет о главной библиотеке нашей страны Как сегодня утром Это огромный мультимедийный центр Это мастерские Это всевозможные экскурсии Это даже какие-то развлекательные истории Но об этом мы сегодня поговорим Давайте начнем, Даш Давай начнем даже с самого начала Главное здание Главное здание Это визитная карточка библиотеки И по главному зданию Тоже может быть экскурсия И для взрослых, и для детей И днем, и даже ночью Когда вы закончили свой рабочий день И думаете, чем бы вам заняться Чем украсить свою жизнь Можно пойти в библиотеку Влад Слушай, а мне интересно А вот ночью библиотека Там, если я спрошу страшно Это будет Про призраков Там мало людей Там получма Ночью там никого Кроме нас с вами И охраны библиотеки Как Даша еще это сказала Что прям очень сильно захотелось Ночью библиотеку У тебя есть такая возможность Давайте мы сделаем небольшую паузу Прямо сейчас Три-четыре минуточки И мы снова к вам вернемся И продолжим В эфире телерадиоканала Страна FM продолжается И сегодня у нас в гостях Главный библиотекарь Отдел экскурсионной работы Российской государственной библиотеки Дарья Хадеева У нас просто с Кутузовой Сейчас шок культурный Оказывается библиотеку Можно посещать ночью Оказывается библиотеку Может посещать любой желающий И даже наличие московской прописки Не обязательно И оказывается в библиотеку Может ходить сейчас и дети Ведь раньше Какие дети? Не каждый взрослый мог попасть Это действительно так Но давайте сделаем оговорку Что дети могут попасть в библиотеку Именно на экскурсии То есть для Как читатели Они могут попасть только с 14 лет И это особенно трогательно Когда после экскурсии Дети, представляете, приходят Они же не сами пришли Не сами попросили у родителей А можно я пойду в библиотеку? Обычно это родители решают Что вот мы пойдем сейчас На такой интеллектуальный отдых И после экскурсии Они выходят и начинают читать Дни до 14-летия Вот сколько им еще осталось Чтобы прийти и записаться в библиотеку И вот в этот момент Ты понимаешь, что в этот день Ты сделаешь что-то важное Что-то действительно важное Дарья, вот смотри А по поводу попасть-не попасть Ведь в главном корпусе Главное книгохранилище И насколько я понимаю Обычные посетители, читатели Туда попасть не могут Но на экскурсии Это как раз возможно сделать Да Мы пускаем в книгохранилище В главное книгохранилище Это 19 этажей с книгами Там примерно 32 миллиона изданий 32 миллиона 32 миллиона Это только кусок Из того, что у нас есть Весь фонд сейчас Более 47 миллионов 47 миллионов Мы крупнейшая библиотека Нашего континента И кстати, именно в этой библиотеке Находится и главный музей Книги в России Единственной стране Единственной стране Действительно так И вы можете, придя в него Посмотреть на самые интересные Образцы книги Например, на самую маленькую книгу Как вы думаете? Какого размера Самая маленькая книга может быть у нас? Ну понятно, что если вопрос такой Ты задаешь, значит она совсем Малипусенькая Речь наверное о сантиметрах Полсантиметра Речь о миллиметрах Почти, почти 6 миллиметров 6 на 6 Полсантиметра, да Так получается А самая большая есть? Есть самая большая Я думаю, что не одна Но она почти с человеческий рост А это альбомы, которые вы можете рассматривать У них много деталей А, трогать можно все В музее книги под стеклом Это самые редкости А в книгохранилище обычном Да, вы можете, конечно Полистать альбом Если бы мой сын сейчас Участвовал в нашей беседе Он бы обязательно спросил А самая дорогая книга? О, самую дорогую книгу Мы сейчас Для нее делали специальную выставку Буквально последние дни Можно посетить Это, наверное, самая знаменитая В мире книга Это Библия Гутенберга У нас один из самых красивых В мире экземпляров Самый богато украшенный И на самом деле Достаточно долго держался в секрете Что это Библия у нас А теперь мы проводим Такую крупномасштабную выставку И показываем И отсканировали эту Библию То есть вы можете увидеть Прийти и увидеть Настоящую книгу Которая была напечатана В 1455 году А даже это интересная история А почему скрывали так долго? Почему это было секретом? Ну, потому что Библия была вывезена После войны в 45-м году Из Германии И это достаточно тонкий момент Насколько могут возникнуть вопросы Или не возникнуть А, кстати, это, наверное, тоже Предмет отдельной экскурсии Секреты сотрудников библиотеки Да? Потому что, наверное, Даш, вы знаете Такие вещи Это интересная тема для новой экскурсии Вот-вот-вот А такой еще нет пока Пока нет Слушайте, вот вам идея Это должна быть ночная экскурсия Страшная секрета Безусловно Кстати, Даша, давай вот сейчас Официально всех позовем На вот эту выставку Которая сейчас проходит Чтобы все увидели Да, выставка Библии Гутенберга Начало нового времени Она проходит в Ивановском зале Специальный зал, где мы проводим выставки И она заканчивает Свою работу 16 июня Потому что Такие древние вещи Нельзя надолго Оставлять под светом И демонстрировать публике Она потом уедет обратно В сейфовое хранение Отдыхать, отдыхать, да? Наполняться силу? Кстати, вот об Ивановском зале Мы заговорили с тобой Там же находятся просто какие-то Просто великие вещи Да, рисунки Александра Второго Там подлинные артефакты Времен революции Дореволюционные детские здания Карта древняя Это разные выставки Которые там проводятся Они меняются То есть у нас была выставка Посвященная Александру Второму А у нас действительно есть Его личные рисунки Они находятся у нас в фондах Но вы их можете посмотреть Придя в фонд Заказав тематическую экскурсию А, все равно в любом случае Это экскурсионная история Где ты не просто смотришь Приходишь, но и узнаешь Просто на выставке Это расставлено Это в витринах Да, там есть какая-то Специальная история А так вы можете заказать По любой теме Которые вас волнуют Хоть это будут рукописи Хоть военные У нас же библиотека Но у нас есть оружие Страшно сказать Вот сейчас Вот это интересная Отдельная история Поговорим отдельно А я знаешь, о чем думаю, Кутузов Нам надо своих умных мальчишек Вести в библиотеку Срочно Я сегодня этим вопросом Займусь уже после эфира Друзья, небольшой перерыв И мы продолжим Доброе утро Вы знаете, что умное утро Может быть очень веселым утром Если бы вы слышали Наши разговорчики Сейчас за кадром Ну для вас еще Плюс ко всему неожиданным Как мне показалось Да, ну я Можешь пояснить почему Дело в том, что У нас сегодня в гостях Главный библиотекарь Отдела экскурсионной работы Российской государственной библиотеки Она же Та же самая Ленинка Известная Дарья Хадеева Рассказывает нам о том За что можно любить библиотеку В 2019 году Помимо книг За кучу всего Можно обожать библиотеку Да Там еще даже можно Ночью оказывается Ну вот плюс ко всему Мы же закончили на том На оружие Что не успели начать Собственно, да Мы тихонечко перешли С книг на оружие Ты даже сказала О том, что там и оружие Можно увидеть Давай об этом подробнее Немножечко Ну у нас есть Такая военная коллекция Это действительно коллекция Был человек, который собирал Всю свою жизнь Разные артефакты Связанные с военной темой И это не только книги Это действительно какие-то вещи Ну, например, разные элементы Обмундирования русского офицера И вы там увидите И Ольстру И Ледунки И много других интересных слов Которые вы там встретите И можно это потрогать Во время экскурсии Не просто посмотреть Полюбоваться издалека Классно Кстати, важный момент Потому что обычно Не трогать Не прикасаться Даже не дышать Да, конечно Особой редкости Никто вам в руки не даст Но какие-то вещи Можно прикоснуться И этот момент делает Вы больше запоминаете Это очень важно То, что вы смотрите Детям Вот даже я по ребенку своему замечаю Когда можно что-нибудь Пальчиком вот пощупать Все Это уже сразу Это называется интерактивность Интерактивный подход Мы, конечно, стараемся По возможности Прибегать к нему Интерактивный подход Кстати, вот смотри Еще читаю Какие есть экскурсии В библиотеке Вот, например, экскурсия Дом Пашкова Дом легенды с видом на крем Или это что за история? Ну, это первое издание библиотеки Вообще Наша библиотека Она для Москвы Первая общедоступная Библиотека и музей Так вот Сложно представить Но если вы живете В 1860 году И у вас какой-то вопрос Вдруг возник А вы простой человек Вы не ученый Вам просто некуда пойти И найти ответ на этот вопрос Ну, если только у вашего друга Есть какая-то, возможно, библиотека Дома А так некуда Общей библиотеки нет Так вот Государство решает Что все-таки В доме Пашкова Должна открыться Такая библиотека Для москвичей Это была колоссальная Значимость события Многие даже свои книги Пришли подарить Потому что теперь У нас будет библиотека Вот, это дом Пашкова А, вот с чего Все началось С чего все началось Дом потрясающе красивый Дом не 19 века Он вообще 18 века Считается еще допожарным До пожара 12 года И хотя интерьеров Из-за пожара не сохранилось Но все равно Вы туда Придете Вы переместитесь В эту атмосферу Старинного особняка Вы увидите Старые читальные залы А там находится Самый ценный отдел Отдел рукописей А рукопись у нас Шестого века И по нашей дне И вы можете посмотреть Как писал Гоголь За что его ругали учителя А за что Гоголь ругали учителя? За леность За неопрятный внешний вид В наказание Лишали вечернего чая И компота Страшные наказания Всегда так с гениями Да бывает Да А зато его цитратки По ботанике Они удивительные Он потрясающе рисовал Что сохранилось И уже во взрослом состоянии У него замечательные дневники Красивые рисунки Архитектуры Петербурга в том числе Но я очень люблю Его детские цитратки По ботанике Школьной поры Классно Классно Ты был когда-нибудь В доме Пашкова? Наверное, кажется, не был Нет, не был Вот в том-то и дело Что не был Поэтому я слушаю Мы собираем Мы уже собрались Я вас приглашаю Спасибо, да А, кстати, Даша Это не сильно сложно Например, с ребенком Прийти на экскурсию В дом Пашкова Нет, вы записываетесь И приходите Потому что обычно Знаешь, как-то страшно Что там какая-нибудь Запись на полгода Нужно попасть Даша, если мы подняли Уж такие Организационно-административные моменты Нужно прийти Или можно онлайн Все это сделать? Нет, у нас есть сайт Вы можете оставить заявку онлайн Вам перезвонят Вы можете сами позвонить Побеседовать Какие-то детали поговорить Потому что мы все-таки Стараемся учитывать Ваши пожелания Иногда людей интересует Конкретная тема И мы тогда подбираем Материал по конкретной теме Я знаю, что даже можно Квест устроить В библиотеке Можно, да У нас корпоративные бывают Квесты Люди заказывают И мы готовим Интеллектуальные квесты Классно Называется Напряги извилины, да? Ну это как Вопросы-ответы какие-то Готовятся специально, да? Или что В какой форме это? Это задание И вы, решив одно задание Там, как правило, да Тогда сможете На следующий уровень Перейти и найти что-то еще То есть можно побегать По библиотеке, да? Именно, да А ночной интеллектуальный квест Можно устроить? Можно попробовать Мы пока никогда Не делали этого Но мы открыли Юля, аккуратнее Там же оружие еще есть, понимаешь? Оружие на ночь Закрыто Друзья, мы сделаем вновь Еще один небольшой перерыв Через несколько минут Вернемся к вам Первый и единственный в России Телерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну Сегодня у нас в студии Главный библиотекарь Отдела экскурсионной работы Российской государственной библиотеки Дарья Хадеева Мы говорим о возможностях Современной библиотеки сегодня И вот сейчас будет Очень приятная тема Для Владислава Кутузова Дело в том, что в библиотеке Я тоже не понимаю, о чем идет речь пока Я о моем замужестве Владислав Слава Богу Дело в том, что в библиотеке же У вас есть экскурсия Посвященная старинным нотам Музыкальным произведениям Старым журналам И вот Влад, он действительно музыкант Ему было бы очень интересно Вот Юль, как с языка сняла Потому что я хотел спросить Дашу тебя как раз Вот два момента Это первые ноты Насколько я знаю Даже есть ноты Которые были прижизненно изданы Великих Моцарт и Бах и Гендаль И многие остальные Очень много первых изданий Разных нот Это правда И они иногда отличаются От последующих От где-то очень интересной гравюры И да, во время экскурсии Вы можете их посмотреть Потому что не все ноты На самом деле доступны Для простого читателя Некоторые вам выдаются Только в копиях А на экскурсии Вы можете посмотреть Такие редкости Не только ноты Вот есть, например, такая вещь Она называется довольно сложно Калейд Акустикон Слышали когда-нибудь? Вот нет А это Ну вот если вспомните У нас там в школе В первых классах Были такие кассы букв и слогов И мы из разных букв составляли слова Это то же самое Только с нотами То есть у вас огромное количество Нарезанных нот Фрагментов музыкальных Которые вы можете Переставлять в любом порядке И составлять миллионы разных Не знаю Вальсов Каких-то других композиций Если вы умеете играть на фортепиано Но не обладаете даром композитора Это ваш выход Такие калейд Акустиконы Которые были придуманы В девятнадцатом веке Девять лет музыкальной школы Во мне И вот впервые я слышу про Калейд Акустикон От слова калейдоскоп А, калейд Калейд Во мне примерно столько же лет И тоже для меня Это сегодня новое абсолютно Открытие И второй момент, Даша Это по поводу периодических изданий Тоже же огромные коллекции Старых газет российских О, да И мне интересно Вот последние по времени газеты Это вот то, что сегодня Прям есть уже Да, да Вся текущая периодика Она к нам поступает И то, что вы можете купить В киосках печати Вы можете прийти И почитать в библиотеке Оно в открытом доступе Это даже книгохранилище Бесплатно Не надо заказывать Вы приходите и читаете У нас специальная досуговая зона С прессой Ух ты Потом это уедет в книгохранилище Когда пройдет некоторое время Оно уедет в книгохранилище И нужно будет заказывать А скажи, пожалуйста Я очень люблю Вот, да, Влад, у нас по музыке Например, я по моде Я могу найти там Модные журналы Там 38-го года Парижские Любого Любого И я больше скажу Скажем, в советское время Вы не могли В киоске «Союз печать» Приобрести зарубежный журнал «Вок» А в библиотеку Это все покупалось И у нас есть старые подшивки Журналов «Вок» За любые годы Любых стран Вы можете это посмотреть И вдохновиться Нарядик себе придумать И, конечно, какие-то там, не знаю Журналы 19-го века Модные, французские А какие-то журналы Вообще в ручной раскраске Потому что печатать цвет Не сразу начали Это все подкрашивалось от руки Это уникальные вещи И к нам приходят иногда Костюмеры Работать с этими журналами Но просто Если вам приятно Полистать Вы, конечно, можете это сделать Знаменитый журнал «Венский шик» Который тоже потрясает воображение Вариантами мод И вариантами талий женских Что там в женской талии у нас? Она очень мала Мальчиков, кстати, поражает Школьников, когда они приходят И видят, что вот так было, оказывается Вот так затягивались Да, да, да Библиотека — это, конечно, машина времени Вот вы с помощью всех этих предметов Вы путешествуете по разным эпохам И понимаете, как жили люди Что их волновало Как они одевались От чего они страдали И, в первую очередь, пресса позволяет вам Ответить на эти вопросы А запах, запах вот в библиотеке сохранился? Вот тот, который Вот этот знаменитый дух Запах везде разный Это зависит от того, какие книги вокруг вас находятся И из чего они сделаны А-а-а Но запах, он приятный Как правило, он нравится людям Единственное, что Так, немножко индивидуально все воспринимают Однажды у нас был мальчик И он прям так нюхал Говорит, ой, как вкусно пахнет Как вкусно пахнет Чаем с пирожками Кстати, а пирожки Ленинки Это же особая история Булочки Булочки Булочки, конечно Это почти бренд, да Знаменитые булочки У нас очень вкусная выпечка Это правда У нас своя столовая Своя пекарня И свежая выпечка каждый день С какой булочки нам с Кутузовым начать? Вот прям вот визитная карточка Это что? Ну, если сладкая То, конечно, булочка с вишней Это хит Слушай, на самом деле Мы хотели про еду, конечно Потому что получилось про книги Ну, не удержались Вы спрашивали про дом Пашкова А там буфет с этими булочками С видом на Кремль Вы еще и можете вдохновиться Ух ты Это то, что нам нужно Никакой ресторан не нужен новомодный Вот, вот, вот она суть И цены демократичные Что немаловажно Даша, о чем хотел спросить еще Вот, ведь библиотека Все время пополняется, насколько я понимаю Вот, слушай, интересно А как это происходит вообще? Сегодня и как это происходило Раньше, в домультимедийное время? Еще с 19 века существует закон Он называется об обязательном экземпляре Это значит, что любое издательство На территории нашей страны Обязано прислать несколько экземпляров Своего любого тиража Любой книги, любого журнала Любой газеты Это все идет в национальную библиотеку То есть к нам Этот закон работает на самом деле? Он работает То есть все присылают Все вот, да, дают копии Если вы исполняете закон Вы присылаете Тут у меня вопрос, Дашенька А все ли книги нужны российско-государственной библиотеке Которые сегодня издаются? Не нам с вами судить Дело в том, что задача национальной библиотеки Сохранить то, что у нас уже есть И приумножить, насколько возможно Чтобы это репрезентовало наше с вами время И вот те книги, о которых, возможно, вы умалчиваете сейчас Деликатно Пять секретов красоты Которых много публикуется Выходят в большие тиражи Переиздания Оно тоже все к нам попадает Но это тоже часть нашей эпохи И люди через сто лет Они будут представлять А как мы с вами жили Они будут представлять это В том числе по этим изданиям Потому что, да, такая литература Бульварная литература Она тоже часть нашей эпохи Хотя действительно, вот эти вот венские журналы О которых ты говоришь и так далее Венский шик Венский шик Я запомнил Да, да, да Что ты и не запомнил Да, да, да Такой нюанс Ведь нас тоже это все сейчас умиляет И поражает Конечно Рекламу в старой прессе Как там шоколадки рекламировались Например, мама, я был таким худым А я хочу стать как Вася, Толя и Петя Потому что они ели много шоколада И стали такими толстыми и румяными И вот это все рекламные ролики Обратная, да, история совершенно Сейчас стремятся все вот к другому совершенно, да А тогда было наоборот Румяный ребенок, толстый ребенок, хороший ребенок Да, да, да Даша, скажи, пожалуйста А вот в принципе используют библиотеку По своему прямому назначению Сегодня люди часто вот приходят И читают книги на месте Конечно, часто И в основном это студенты В основном это аспиранты Люди науки Ну и какие-то свои исследования проводят У меня есть, например, любимый читатель Я слежу за его деятельностью в Инстаграме Он приходит в библиотеку И ищет разные документы Связанные с сыроварением В России Как делает самый вкусный сыр От него я узнала вообще Какой сейчас вкусный сыр есть Слушай, а может быть он как раз Производитель какой-то сам себе? Нет А может у него диссертация какая-то? Скорее всего он пишет Какой-то научный труд, да Но вот это его тема Это такая увлекательная тема Я бы сама никогда не дошла Смотрите, как интересно получается Вот значит, ну С булочками не получилось надолго, да? На сыр переключились Да, опять Все равно возвращаемся Друзья, мы снова прервемся Несколько минут И очень скоро продолжим Доброе утро Если вы только что к нам присоединились Мы с огромным удовольствием Вам напоминаем, что у нас сегодня В гостях умница и красавица Главный библиотекарь отдела Экскурсионной работы Российской государственной библиотеки Дарья Хадеева Эта же самая библиотека В народе называется Ленинка Так мы привыкли Я думаю, это не изменится никогда И вот сейчас просто успела Начало история за кадром Даша нам рассказать Про Ленина, который хотел Нарушить правила Ленинской библиотеки Да, потому что из библиотеки Книги не выдаются домой Это действительно так Вы читаете в наших комфортных Просторных, красивых залах Вдохновляясь атмосферой Но это факт Да, у нас хранится записка От Ленина Который тоже был читателем Библиотеки Который на тот момент Назывался еще Румянцевской И он просил дать ему Некоторые книги до утра Обещал до открытия библиотеки Их вернуть Бедняжка Хотя бы до утра Неизвестно, да, чем закончилось К сожалению, не знаю Но записка сохранилась Что вот он просит А кто еще есть Из известных Из известных людей Кто пользовался библиотекой На самом деле Очень много известных людей У нас было И там тот же Булгаков Чей архив мы храним У нас есть в том числе Его читательский билет Михаила Булгакова А архив его 1200 единиц хранения И помимо шести вариантов Мастера Маргариты Рукописных А, у вас хранится Рукописная Мастера Маргарита Все варианты Как менялся замысел Как менялось название Как менялись герои Он же делал пометки На полях Это целая история отдельная Кстати, Даша У вас же большая коллекция Именно рукописей, да? И есть специальная экскурсия Насколько я понимаю А, есть экскурсия по рукописам? Да, да, да Вы можете заказать экскурсию По писателям Или вы проходите в школе Какого-то писателя И хотите углубить познание Как-то, да? Вот расширить детей Вы можете заказать Эту экскурсию Кстати, действительно Когда, да, картинки оживают Пред глазами Например, тот же Достоевский Да, вот там Это его рукописи Стоит увидеть хотя бы раз Вы порадуетесь Что вы читаете его В печатной форме А не в форме рукописи Он же очень тяжело писал А вот можно вы подробнее Ну для тех, кто вот пока Еще не попал, не видел Да, ну, может быть И не сходит В чем здесь Очень интересная Творческая лаборатория Достоевский записывал мысли Его же жены писали В основном Как только... Нет, он писал сам Мысли-то ему приходят Понимаете? И вот как только пришла мысль Он должен ее зафиксировать Чтобы не улетела Как вот обычно бывает А это может быть В любом направлении Поэтому там вот эти вот Черновики К братьям Карамазовым Они все написаны В разных В разные стороны Какие-то вот облачка Там нарисованы Еще что-то И разобраться, что к чему Ну вот это, конечно, нелегкий труд Разбирались Вот насколько я знаю Жены уже там Как-то это систематизировали Жены Потом исследователи Да Исследователи Конечно Но красивые тетрадки Потому что рукописи Достоевского Как и рукописи Пушкина Обладают огромным количеством Рисунков на полях Он был одарен И художественно В том числе Как и Гоголь Но вот о ком мы не говорим Да, это все равно Какой-то синтез талантов Лермонтова у нас есть Акварели прекрасные Там такая интересная была история Про то, как из театрального училища Похитили одну девицу И вот Лермонтову рассказал друг Об этой истории А он написал акварель И эта акварель хранится у нас В общем И это тоже вот такие неизвестные факты Из жизни известных писателей Поэтов Можно услышать на экскурсии Чтобы они перестали быть такими Знаете, как Маяковский Как мумия Да, припудренная Великий просто И ты обязан его любить Потому что он великий Тебе так сказали И ты приходишь И человек тебе раскрывается С какой-то совершенно другой стороны Ты понимаешь его объемно Оп, и Пушкин стал ближе А вот Пушкина у нас нет Не попало Как это так? Были рукописи Пушкина Но еще в 20 веке было решено Что они должны все храниться В одном месте И их перевезли в Пушкинский дом В Петербурге Ага, то есть на Пушкина В Петербург, пожалуйста Отправитесь Хотя, да, да Сам Александр Александрович Его сын передавал нам Его рукописи У нас сохранился шкафчик Который мы так и называем Пушкинским Интересно, Даша Есть хоть что-то Чего ты не знаешь В своей вот уже Можно сказать Родной библиотеке Огромное количество всего Чего я не знаю Каждый день мне кажется Что я не знаю все больше И хочется узнать Что-то еще Но скажем Вот Восточный фонд Вообще не мой профиль И мы только начали Тогда сейчас водить экскурсии В Центр Восточной литературы У нас же литература И на восточных языках есть И китайская книга Это отдельный мир Это можно изучать годами Изучать и в итоге Так и не понять Мне кажется Возможно Потому что там Больше 56 тысяч иероглифов В современном словаре Китайского языка И все эти книги Ну конечно Они не все иероглифы содержат Китайцы приходят на экскурсию? Пока нет Но мы надеемся Что их это тоже заинтересует А вообще Вот тема с иностранцами прокачана Она как-то вот Иностранцы чтеньки Потихоньку Пока не так часто Конечно В основном у нас тут русские группы Но мы водим и иностранцев В том числе Для них наверное это вау УССР Ну Ну да Это не только УССР Но и действительно Колоссальная библиотека Их это впечатляет Потрясает Не так давно У нас была группа бельгийцев И они с нами были Как раз на ночной экскурсии И мы им показывали Пневмопочту Это что такое? Пневмопочта Это механизм С помощью которого Вы заказываете книги Ну как бы вам Ну как большой пылесос Огромный пылесос Который проталкивает колбочки По трубам И они едут Вот если вы смотрели фильм Про медведя Паддингтона Может быть Вы помните Что он приходит в архив Все я понял о чем ты говоришь И там трубы по ним летают И вот так же Я была в суши-ресторане Где вот суши перед тобой На ленте едут Это похоже на лента Я вообще про еду закончили Во время пока Это лента А пневмопочта Это воздух Но вы можете видеть В разных супермаркетах Современных В банках Используют пневмопочту Достаточно активно Это воздух Скорость колоссальная 12 метров в секунду Полета вашего заказа Обалдеть Смотрите, Даш У нас осталась буквально минута Вот мы о многом поговорили Я думаю, что это 1% От того, о чем можно было поговорить Вообще Все-таки вот в финале Нашей сегодняшней беседы Куда бы ты посоветовала Сходить на какие экскурсии Которые мы сегодня еще не упомянули Ну вот буквально 3-4 может быть Я думаю, для лета Очень хороши ночные Ну мы упоминали уже об этом Но все-таки для знакомства С библиотекой Лучше начинать с обзорной экскурсии Обзорной экскурсии Ну это общее Это общее А потом уже углублять ваше познание И приходить на мастер-класс У нас же еще и мастер-класс есть Чем вы можете научить? Вот в двух словах Например, вырезать гравюру На линолеуме Самостоятельно Полностью Вау, самостоятельно Полностью Гравюру на линолеуме Можно вырезать в российской Государственной библиотеке А еще там можно ночью погулять по залам И посмотреть оружие древнее Полистать ноты древние Ну в общем, я в полном восторге И сбитка практически бесконечно Даша, спасибо огромное Огромное спасибо Вот так заинтересовать И нас, наших слушателей И телезрителей Я думаю, могла только ты У нас в студии была Главной библиотекарь Отдела экскурсионной работы Российской государственной библиотеки Дарья Хадеева Ну и мы с вами прощаемся До завтра Друзья Юлия Егорова Влад Кутузов Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok